В прямом эфире новости вас приветствую я, Екатерина Булучевская, и вот главные темы выпуска. Это символ нашей культуры, нашей истории, наших ценностей, нашего родного языка. Вся страна отмечает день государственного флага. Больше, чем игрушка. Дети, рожденные в подвалах, в бомбоубежищах, у них не было детства. Омский папа Карло создает поделки для ребят из Луганского Стаханова. Доверие ценой в несколько миллионов. Посомнила женщина и плачет. Я попала в аварию, мне разорвало, значит, губу, а голос моей племянницы. Мошенники вновь развели омечей на крупную сумму. Снести нельзя оставить. Суд обязал демонтировать дамбу в Крутинском районе, из-за которой едва не случилась экологическая катастрофа. И медали от министра спорта, хорошая игра от хоккеистов. Особая радость, когда входишь на стадион, чувствуешь эту мощную энергетику. Первая победа нашей команды на турнире Блинова. Вся страна сегодня окрасилась в цвета триколора. В России отмечают день государственного флага. Символ единства нашей большой многонациональной родины. Он имеет более чем 300-летнюю историю. Все началось с того, что белый-синий-красный стяг подняли на первом русском военном корабле во время царствования Алексея Михайловича. Затем был долгий путь. И вот 31 год назад триколор стал официальным флагом Российской Федерации. В регионах, в том числе и нашим, проходят различные тематические мероприятия. Они направлены на воспитание у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности и ответственности за будущее Родины. Российский флаг – это символ нашей культуры, нашей истории, наших ценностей, нашего родного языка. Символ нашего великого многонационального народа. И я уверен, что несмотря ни на какие провокации, Российский флаг всегда будет развиваться с величием. И мы будем всегда нести его с гордостью. Подарил детство. Омский папа Карло сделал игрушки для ребят подшефного Стаханова. Говорит, в эти поделки вложил всю душу, ведь они больше, чем просто сувенир на память. Зовут мастера Дмитрий Байгачев. С деревом он работает уже много лет в свободное время. Что для обычного человека просто брусок – для него источник вдохновения. О творчестве и безгранично добром сердце расскажет Анна Лукинец. Шум станков и запах дерева омскому папе Карло знаком уже давно. Но признается, столярным делом занялся случайно. Однажды вызвался помочь детскому саду, куда ходила дочь. Всех родителей попросили сделать дядям песочницу. Я спросил, какую. Мне вышли, потом показали. Нам бы была такая интересная. А у меня отпуск. Ну, чем бы не заняться. Приехал сюда, занялся, сделал песочницу, детям понравилось. И сразу понял – это его призвание. И даже бросил основную работу. Начинал в гараже почти без инструментов. Были лишь циркулярная пила, шуруповерт да болгарка. Когда посыпались заказы, стало понятно, что делать на коленке уже невозможно. После оборудовал цех и закупил новые станки. Сделаем заготовку, окантовку, вернее, фар. Заготовку мы уже сделали. Она все простругана. Легким движением руки обычная заготовка превращается в изящное изделие. Работа кропотливая, почти ювелирная. Но Дмитрий все делает на глаз, без рисунков и чертежей. Ведь за плечами годы профессионализма. В любом изделии, именно для детской площадки, там необходимо качество просто в каждом элементе. Будь то колесо, будь то основание, будь то крыша. За 9 лет столярного дела папа Карло изготовил деревянные машинки, корабли, домики и горки для детских садов и площадок. Ну а точное количество выполненных экспонатов мастер сейчас и не знает. Признается, после тысячи сбился со счета. Правда, сейчас заказы не берет. Работает для себя. Но как только узнал о ближайшей отправке грузов, Стаханов не смог не внести свою лепту. Решил сделать деревянный игровой автобус. Говорит, трудился над ним с особым чувством, словно для собственных детей. Дети, рожденные в подвалах, в бомбоубежищах, у них не было детства. Сейчас только начинает становиться все лучше, поинтереснее, опять же с помощью поддержки российских городов. И я решил все-таки свой вклад тоже небольшой, но внести. Два дня, почти 20 часов и все готово. Материал для работы – массив кедра. Никакой пластмассы или фанеры. И сделано все исключительно вручную. Сегодня игровой автобус высотой 160 сантиметров и длиной почти 2,5 метра отправляется в подшифтный город в составе гуманитарного груза. И совсем скоро подарок от омского папы Карла будет радовать маленьких жителей Стаханово. Анна Лухианец, Артем Лапшов, 12 канал. Полицейские с поличным задержали пособника аферистов, которые обманули омичей на несколько миллионов рублей. Действовали мошенники по уже отработанной схеме. Звонили пенсионерам и убеждали, что их родственник стал виновником ДТП. И за солидную сумму предлагали замять якобы уже открытое уголовное дело. Ради помощи близким жертвы, как оказалось, были готовы заплатить, деньги передавали курьеру, он и был пособником аферистов. 10% от полученной суммы оставлял себе, но остальное переводил работодателям. Злоумышленника удалось поймать с поличным в Ленинском округе. Он признался, что незаконную подработку нашел в мессенджере. Что же касается потерпевших, по данным силовиков, от рук аферистов пострадали 12 амичей жертвам от 66 до 92 лет. Сумма ущерба внушительная. Аферисты в общей сложности забрали почти 3 миллиона рублей. Позвонила женщина и плачет. Я попала в аварию, прямо вот на взрыве, я попала в аварию, мне разорвало губу и сломано два ребра. Виновата я. А голос моей племянницы похож, вот знаете, один в один. Я сразу говорю, Света, это ты? А она, это женщина, отвечает, да, это я. Нужны деньги. Я говорю, сколько она, ну сколько у вас есть? Я говорю, ну у меня есть 100 тысяч на зубы. Я тебе могу их отдать. По факту мошенничества полицейские уже возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, причастен ли задержанный еще к другим преступлениям. Ему грозит до двух лет лишения свободы. И к другим темам. В центре внимания благоустройство, проект «Чистая вода» и ремонт сельских ДК. Первый заместитель председателя областного правительства Валерий Бойко побывал с рабочей поездкой в Нижнеомском районе. Цель в преддверии формирования бюджета на 2024 и два последующих года – оценить реализацию госпрограмм и нацпроектов. Кроме райцентра, Валерий Бойко объехал ряд сел. С подробностями Денис Жарков. 136 колодцев, 12 километров сетей, скважины и станции очистки. Новый водопровод в Старомалиновке прокладывают в рамках проекта «Чистая вода». На масштабную стройку выделено 135 миллионов рублей питьевой водой, отвечающей Санпин. Село будет обеспечено уже в ноябре, заверил жители первый зампредседателя областного правительства Валерий Бойко. У меня еженедельно в штаб проходят все министры, все подрядчики, руководители, проектировщики, стройконтроль. Будем жестко контролировать. Дождутся чистой воды и жители соседнего села Хортица. Здесь тоже построят сети, водозабор и очистные. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу. В Хортицах Валерий Бойко в частности осмотрел Дом культуры, отремонтированный в 2021 году. На это из бюджета всех уровней было выделено более 2 миллионов рублей. Высокую оценку первого вице-губернатора получила ДК в Смирновке. На средства Минкульта сделали фасад, а по программе инициативного бюджетирования за полтора миллиона рублей благоустроили территорию и мемориальный сквер. Пользуясь тем, что все главы поселений были при этих всех объездах и при встрече с ними, мы еще раз проговорили о необходимости участия в проектах, которые должны мы до октября месяца, как минимум по 10 проектов с каждого муниципального района, уже в следующий год, которые могли получить и пойти по программам инициативного бюджетирования. В самой Нижней Омке Валерий Бойко поприветствовал участников района Спартакиады пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья. На состязания традиционно заявляются команды поселений, а также бюджетников. Вы подаете пример молодому поколению, что не надо хандрить, не надо ныть, не надо там стонать, что где-то что-то болит, жаловаться что-то не получается. И я абсолютно уверен, что это мероприятие, оно вам дало тысячу положительных эмоций. Валерий Бойко оценил и подготовку к отопительному сезону. Нет сомнений в том, что Нижнеомский район, как всегда, получит паспорт готовности. Нижнеомский район – это образец того, как надо готовиться к зиме. Котельная, газовая котельная, центральная, в идеальнейшем состоянии. Все подготовлено, все блестит. Запасы топлива, ни одной копейки задолженности, предоплата за газ. В целом, отметил первый вице-губернатор, впечатления от визита в район у него остались позитивные. Среди прочего, Валерий Бойко отметил благоустройство и чистоту на улицах. И заявил, что главам других районов пора перенимать опыт Нижнеомки. Денис Жарков, Сергей Пайхалов, 12 канал. Незаконную дамбу в Крутинском районе, из-за которой едва не пересохла река Оша, обязали демонтировать. Решение вынесут. О проблемной ситуации с плотиной 12 канал уже рассказывал. Как убедилась наша съемочная группа непосредственно на месте событий. Реку сейчас можно перейти в брод, она сильно обмелела. Уровень воды упал из-за конструкции, которую возвел местный рыбзавод без всякого на то разрешения. Это подтвердила и прокурорская проверка. Предприятию-нарушителю вынесли предписание. Ну а теперь и вовсе суд потребовал от районной администрации снести плотину. Установлено, что из-за дамбы был нанесен серьезный ущерб и животному, и растительному миру. Несмотря на низкий показатель безработицы в России, перестройка экономических процессов диктует свои требования. Государство и бизнес сегодня нуждаются в квалифицированных кадрах в определенных отраслях. Чтобы решить эту задачу, сейчас в стране действуют сразу несколько федеральных проектов. Один из них – содействие занятости. При этом пройти обучение и получить новую специальность можно абсолютно бесплатно. Все подробности в нашем следующем материале. Третий год в России идет масштабный федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Программа осуществляется при поддержке Министерства труда и Рост труда. Одним из операторов является Российская Академия народного хозяйства и Государственная служба при президенте Российской Федерации. В рамках проекта по всей России Академия реализует более тысячи курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации. С учетом потребностей рынка труда конкретного региона. Население Омской области и города Омска уже активно пользуется данным направлением. Мы видим, как оно популярно и по линии РАНХИКС тоже. То есть ежегодно порядка 500-600 человек проходит обучение. Пройти обучение можно как очно, так и дистанционно. Проект «Содействие занятости» направлен в первую очередь на поддержку самых уязвимых категорий граждан. Женщин в декрете или неработающих мам с детьми до 7 лет. Людей предпенсионного возраста, а также тех, у кого нет высшего или среднего профессионального образования. Прежде всего она нацелена на то, чтобы слои населения, которые потеряли работу, либо находятся в зоне риска потерять эту работу, уже имеют статус безработных. В общем, различные категории граждан. А молодежь мы обучаем до 35 лет тех, кто в свое время получил образование, но на работу не смог устроиться. Сейчас на базе омского филиала «Ранхикс» реализуются 17 программ. Вариантов образовательных направлений больше, чем достаточно. Можно получить прикладную специальность, освоить цифровые компетенции или отучиться по педагогическим и управленческим программам. Амичка Марина Красильникова выбрала курс «Педагогика дополнительного образования». Сегодня у нее защита диплома. А дальше новая интересная работа с детьми. Я когда-то занималась художественной гимнастикой, имею практический опыт работы. Я пришла научиться писать программу, чтобы после дневного сна заниматься с ребятами гимнастикой и развивать их в стенах для школьного учреждения. Найти работу своей мечты или освоить новую профессию может любой желающий. Для этого необходимо определиться с программой обучения и оставить заявку на сайте. А после подтвердить заявку на портале «Работа России» и пройти профориентационный тест в центре занятости. Предпоследняя неделя августа будет по-июльски жаркой. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, поднимутся выше 30 градусов. Температура начнет расти уже сегодня. Ожидается плюс 24. Правда, не стоит далеко убирать зонты. Возможно, дожди и местами даже с грозой. Но уже завтра воздух прогреется по максимуму до плюс 32. Количество осадков существенно сократится. В четверг метеорологи обещают комфортный плюс 27. Однако омрачить ситуацию может град. Садоводам советуют следить за посадками. Министр спорта России Олег Матыцын вместе с главой региона вручили бронзовые медали «Авангарду». Награды чемпионата КХЛ тут же сыграли свою роль в матче против «Нефтехимика». Наша команда одержала первую победу на Кубке Блинова. Выяснилось, что ястребы обкатывают новую тактику для предстоящего сезона. Обо всем по порядку. Андрей Блохин. Выйдя на омский лед перед матчем «Авангарда» с «Нефтехимиком», министр спорта Матыцын получил то, что оставил в нашем городе три года назад. Это та шайба, которую 18 сентября 2020 года в капсуле вы закладывали под строительство этого стадиона. Она? Проверьте, она? Она. Знаете, особая радость, когда входишь на стадион, чувствуешь эту мощную энергетику, мощный звук и мощное желание выйти вместе с вами на лед. Мощной энергетикой и мощным желанием побеждать Матыцын, Хаценкой, Курьянов зарядили хоккеистов, вручив им бронзовые медали чемпионата КХЛ. Бронза за прошлый сезон должна дать толчок к успешной игре в сезоне грядущем. Получили награды и нынешние наши игроки, и те, кто ушел летом в другие клубы. Интриговало, кто вручит медаль самому Курьянову, в прошлом сезоне тренеру команды, а сейчас руководителю клуба. Сам себе на шею бронзовый кругляш не повесишь. Неудобно со всех точек зрения. После секундной паузы ответственность взял на себя Михаил Кровец. Ну, больше некому было надеть, поэтому Антон Алексеевич был помощником. Надел его медаль, может, контракт мне продлит. Как выяснилось, бронза и в самом деле вдохновляет. Авангард забил быстрый гол в матче с нефтехимиком. И пусть это сделал без медали новичок Либард Шулак, передачу на гол ему отдал вполне себе бронзовый Рид Гуше. Дальше началась увлекательная перестрелка, решающая выставок, который совершил Амич. Бронзовый призер чемпионата 20-23 Семен Чистяков. В эвертайме со своей половины боли броском по пустым воротам в мяченстве подрёв трибун 5-4. Первая победа Авангарда на кубке Блинова. Выиграли на морально-волевых. А почему так трудно, пока даётся игра? Ну, в принципе, рабочие моменты, новая тактика у нас. Привыкаем потихоньку. Времени должно хватить, чтобы быть уже готовым к сезону. Как она изменилась тактика сильная? Что на антике? Всё поменялось. Всё? Ну, правильно говорят магические цифры. 1-1-3, да? Ну, под обедом. Что это за цифры? 1-1-3 и помогут ли они нам разменять бронзу на более ценный металл? Поговорим об этом в программе «Овертайм». Первый выпуск нового телесезона в последний день лета. А до старта сезона хоккейного осталось всего-навсего 11 дней. Об этом вам напоминают Андрей Блохин, Ольга Колесник, 12 канал. Поэта «Никто» с восторгом приняли жители города с античным наследием. В Керчи прошёл показ фильма нашего телеканала. Картина рассказывает о жизни, творчестве поэта, педагога, переводчика, драматурга, знатока древнегреческой литературы Иннокентий Анинском. Масштабный проект удалось создать с использованием средств гранта Фонда президентских инициатив. Ленту показали в рамках фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», который ежегодно проводит Восточно-Крымский музей. 20 лет жизни Анинский отдал переводу полного корпуса трагедии Врипида. Показ ленты поэт «Никто» стал ещё и поводом вспомнить литератора, чье имя связывает Сибирь и Крым. Георгий Шенгеля, известный поэт из Керчи, провёл детство в Омске, как и Иннокентий Анинский. В свою очередь, Амич по рождению Анинский многократно поправлял здоровье в Крыму. Оттуда он написал огромное количество писем, часть которых стали основой сценария фильма режиссёра Светланы Веретениковой. Кинолента «Поэт Никто» привлекла наше внимание прежде всего очень грамотным, вдумчивым подходом к сохранившимся материалам о поэте Иннокентий Анинском. Создатели фильма очень хорошо проработали мельчайшие детали, которые позволяют зрителю погрузиться в эпоху. Фильм является прекрасным образцом, который наследует традиции качественного кино середины 20-го столетия. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Все для школы в континенте. Одежда, обувь, мебель, электроника, товары для творчества. А с 25 по 27 августа разыгрываем парту. Маяк Мол празднует юбилей. Желаю, чтобы дальнейшее развитие было мягким и приятным. А торгово-развлекательный комплекс шел в ногу со временем. С днем рождения! Если радио, то максимум 105 FM в Омске. И о погоде. Завтра, 23 августа в Омске переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. А днем до плюс 29. В районах переменная облачность в ночные часы плюс 12, плюс 14. Дневная температура 26 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости о развитии событий расскажем в 17 часов. Я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова